Всем привет, вы на канале ТОП ТВ. Сегодня ваша любимая тема, новая порция битвы и сражений животных, которых вы точно еще не видели. Жмите на колокольчик и начинаем. Ястреба с добычей засняли с машины на мойке самообслуживания. Оказалось, что он поймал жирную сочную крысу. Через минуту позирования ястреб улетает с добычей в когтях. Рыбаки решили выпустить небольшую пойманную рыбку, но были просто шокированы, когда в воде ее тут же атаковал и унес ястреб. А эта женщина сама положила рыбу для хищника на мотор своей лодки. Орла ждать не пришлось. Ну и как же без красивого нападения крокодила из засады на водопоя. Осторожная антилопа медленно наклоняет голову, чтобы напиться из, казалось бы, безопасной и спокойной воды. Хищный крокодил, как всегда, застает свою добычу расплох и цепляет за рога. Хищник бросает ее в воду и тут же отпускает. У антилопы был идеальный шанс, чтобы убежать и спастись, но она, похоже, была дезориентирована и не успела убежать. Вторая, так как крокодила была очень точной и теперь вырваться она не сможет. Енот, как и любое хищное животное, не против полакомиться змеиным мясом. Эти малыши, похоже, еще не знают, что змеи опасные и ядовитые. Но им повезло, и змея была не ядовита. А вот взрослый енот ведет себя со змеей уже более аккуратно. Он ее явно боится и даже неуклюже прикрывается лапками. Но дальше он осмелел, сделал несколько точных укусов и уносит змею в траву. Как вы думаете, что с этим голубем? Он самоубийца или просто спит? Домашняя кошка приблизилась к нему вплотную, а от него ноль реакции. Кот явно не мастер маскировки и любая другая нормальная птица от такого наглого сближения уже давно бы улетела. Голубь среагировал на расстояние 10 сантиметров, но было уже поздно. Победа за жирным котом. Вот еще один зазевавший голубь, который был очень занят поеданием пшена и не обращал внимания на приближающуюся опасность. У кота удачная атака. Голубь в его зубах. Еще одна кошка затаилась на крыше дома и неподвижно ждала самого лучшего момента для атаки. И вот час настал. Кошка ловит голубя в прыжке и уносит своим котятам. Эта львица явно связалась не с той зеброй и заплатила за это большую цену. Через установленную камеру люди наблюдали за семейством синиц. Мама все время летала в поисках еды для своих семерых птенцов и наблюдать за этим было одно удовольствие, пока в их домик не прилетел хищный дятел. Сначала он своим клювом расширил дару, чтобы попасть внутрь. Затем он по очереди утащил из домика всех птенцов. Думаю, это не стандартный рацион дятлов, ведь они не охотятся на мелких птиц. Но этот наверняка был какой-то дятел-маньяк. Дальше самка леопарда, которая после успешной охоты уже затащила на дерево небольшого дукера. Но вы только посмотрите, из ниоткуда на дерево выскакивает ее крупный 16-месячный детеныш и после небольшой схватки ловко украл добычу у матери и спрыгнул с туши с дерева. Непонятно, что это было, обучение или кража у матери, но молодому самцу сразу пришлось скрываться от гиян на сухом стволе дерева. Дальше леопард перенес добычу на более безопасное и крупное дерево, где вся семья приступила к поеданию. Когда встречаются ягуары и кайманы, обычно остается только один победитель, но это не значит, что кайман легко сдастся. Сначала ягуару надо поймать каймана, который тоже обладает смертельно опасными челюстями. Для ягуара это очень тяжелая задача и многие попытки заканчиваются неудачами. Но наконец-то этой самке ягуара удалось поймать крупного крокодила, и в воде между ними завязалась борьба. Кошка, похоже, решила утопить крокодила, но само собой эта тактика не сработала. Измученный подводной борьбой, ягуар придумал план получше. Он просто вытащил каймана на берег, и тут у него шансов нет. Енот, заметив игуану на дне бассейна, приготовился ее ловить. Долго без воздуха эта ящерица не может, и как только она вынырнула, сразу оказалась в цепких енотовых зубах. Вот похожий момент, и походу тот же бассейн, и тот же енот, только игуана размером побольше. Хищник кусает ее за шею и утаскивает кусты. Для этого енота игуаны возле бассейна наверняка самая частая добыча. Вот еще один енотик, который догнал зеленую игуану прямо на парковке. Бедная ящерица со страху даже потеряла свой хвост, который продолжает вертеться на асфальте. Ну а енот упускать такую добычу не собирается и удачно уносит свою еду. Этот койот заметил стаю птиц, похожих на уток. Он тихонько приблизился и решает атаковать их в воде. Но утки сразу учуяли опасность, а увидев, как шевелится камыш, сразу покинули опасную зону. На этот раз койот остался ни с чем, но сдаваться так просто не собирался. Хищник спрятался подальше и подождал, когда птицы выйдут на берег. Тут они точно не такие шустрые, как в воде. Так что койоту даже не пришлось сильно напрягаться, он легко поймал птицу и уносит ее в своих зубах. Думаю, что понюхать в лошади задницу было не лучшей идеей. Бедный песик сразу отлетел на 10 метров. Но это наверняка самый храбрый кот в мире. Он сидел на своем берегу и когда появился крупный зубастый крокодил, даже не думал уходить. Кот еще и попытался ударить зубастого лапкой, когда тот уползал обратно в воду. А этот кошак потерял вообще всякий страх. Он решил украсть рыбу прямо перед пастью большого аллигатора. Тихонько и аккуратно кот начал лапками подтягивать себе рыбку, реально рискуя жизнью. Но у него все получилось. Вкусняшка теперь его. Еще одна встреча кота с крокодилом. Кот уверенно подходит и бьет лапой по пасти. Крокодил убегал в полной панике. Вполне может быть, что этот петух принял крокодила за камень и прогулялся прямо по его пасти. В любом случае, птице очень повезло не быть съеденной. Люди в зоопарке засняли как невезучий янот попал в вольер с шимпанзе. Бедолаге реально не позавидуешь. Он стал для обезьян новой игрушкой. А этот молодой койот поймал крысу, но сразу убивать не спешил, а решил поиграть в кошки-мышки. Он несколько раз отпускал ее, позволяя убегать, а потом ловил. Когда ему эти игры надоели, он ее просто съел. Ловить крыс и мышей у этих хищников получается отлично. Поймать кролика – это задача для орлов не всегда такая простая, как кажется. Ушастые могут красиво вернуться и убежать. Этот греландский кит заплал не на ту территорию и попал в поле зрения группы голодных косаток. Киты-убийцы начали таранить его со всех сторон, в конце концов сломали ему ребра. После жесткой битвы косатки даже начали толкать его под воду, чтобы утопить бедное животное. Не зря их называют морскими волками. Койот против гуся. Момент заснят на парковке прямо с автомобиля. Хищник приблизился к большому и жирному гусю, который принял оборонительную позицию и расправил крылья. Койот сначала испугался и начал убегать, но потом понял, что голодным оставаться не вариант. Он передумал и атакует снова. На этот раз он не стал обращать внимания на расправленные крылья, он уверенно цепляет птицу за шаю и уносит. Вот похожий момент ночной атаки койота на домашнего гуся. Тут хищник просто прибежал и унёс гуся для поедания. Ну а владелец сообщал, что два дня назад наверняка тот же койот унёс его озеро лебедя. Благодаря сумасшедшему Бэмби кролику удалось выжить и убежать после нападения ястреба. Но самому ястребу точно не позавидуешь. Камера видеонаблюдения засняла, как койот атаковал и хочет съесть домашнюю кошку. Но кошка без боя не сдаётся, она защищается как может. При попытке убежать койот всё время стягивал её за хвост, но во время третьей попытки котику удалось залезть на деревянную опору. Там он кажется в безопасности. Как только койот ушёл, кошка падает и пропадает из кадра. Что было дальше не ясно, но хозяин сообщает, что его кот после этого случая домой не вернулся. Разобраться с наглым гусём у этой лошади получилось даже не глядя. Битвы котов между собой тоже случаются очень часто. В воздух взлетают клаки шерсти, крики и визги, и всё это выглядит очень жёстко. Вот несколько самых интересных моментов сражений между кошками.